Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, опять вас знакомлю с талантливыми людьми из нашей страны. Не устаю я повторять, что ресторан состоит не только из шефа, официантов, директора ресторана, владельца. Также есть вспомогательные люди, которыми я горжусь, что я с ними знакома. Мы уже обсуждали в эфире и фуд-стилистов, и маркетологов, и всевозможных специалистов по дизайну, например, униформы. Но сегодня мы добрались до дизайна интерьера. В связи с чем, сегодня в гостях у меня Лина Лавинская, которая является дизайнером интерьера, участником United Trigger Architects, владельцей бренда Soulmade Design, Soulmade Interior. И также мы с Линой вместе делали ребрендинг, реновацию ресторана Memories. Лина, привет, такая длинная подводка сегодня. Привет. Ну, я рада тебя видеть, хотя бы так вот по Zoom, современные реалии, что поделать. Слушай, вопросов на самом деле к тебе очень много, да, потому что дизайн интерьера – это и атмосфера, и посещаемость, и желание вернуться. Давай раскроем нашим радиослушателям, да, собственно, все секреты. Ну, для начала тебя представим. Как давно ты в дизайне, как к этому пришла, и чем дышишь? Ой, ну, пришла я к дизайну на самом деле практически с самого детства. И начиная уже в таком подростковом возрасте, я начала подготовку к этому, и уже занималась в разных студиях. Уже, в принципе, в Латвии я на тот момент получила образование, учащаясь еще в школе, и поняла, что мне, в принципе, в Латвии делать нечего, так как на тот момент у нас в Латвии не было развито именно направление дизайна интерьера, было развито направление архитектуры. И я уехала в Лондон учиться в Институте Марангони, это такая итальянская довольно знаменитая школа дизайна. После чего, пройдя практику в Лондоне, я уехала работать в Москву, проработала там год, поняла, что такое огромный мегаполис, потому что Лондон все-таки это город огромный, но из-за того, что у него определенная архитектура такая мелкая, и такие маленькие улочки, он кажется уютным, и каждый его район кажется, как маленький городок. Когда ты приезжаешь в Москву, это шесть полос в одну сторону, шесть полос в другую сторону, огромные здания сталинских времен, которые специально строились для того, чтобы люди чувствовали себя маленькими. И, в принципе, ведение бизнеса и работы в то время мне показалось жестким, и мне как-то было неуютно там, и я решила, что, возможно, стоит вернуться, попробовать, посмотреть, что у нас в Латвии происходит. И вернулась сюда, и на протяжении пяти лет я работала в компании OpenAD, это довольно известная у нас дизайнерская студия, дизайнером интерьера. В принципе, это архитектурная большая студия, но они занимаются тоже дизайном интерьера, и очень успешно, они только в Латвии, но и за границей. Вот, и проработала там пять лет, и поняла, что, наверное, нужно двигаться куда-то дальше. Вот, и с моим давним другом, который сейчас находится в Москве, архитектор, мы решили, что мы будем делать вот такую интересную платформу, как United Riga Architects, которую он начал уже давно, что мы объединяем людей в зависимости от проекта. Чем больше проектов, тем больше людей мы объединяем, и, соответственно, тогда работа двигается по-другому, потому что каждый человек ответственен за свое дело. И вот он сейчас находится в Москве, я нахожусь здесь. Очень хорошо, спасибо Zoom и всем другим видам связи, мы общаемся и делаем совместные проекты. Вот, начали мы с ним лет шесть назад, у нас был проект, мы делали метро в Москве, мы выиграли тендер, и делали станцию метро в Москве, называется Новопеределкино. Мы не думали, что ребята из Латвии, страны, в которой нет метро, смогут выиграть тендер в Москве на то, чтобы построить станцию. Но чудеса случаются, и так произошло. Ну и вот потом мы как-то объединились, и вот начали свой совместный путь. Так что вот пока работаем вместе. Так, слушай, глобально, глобально, особенно учитывая масштабы действительно Москвы, получить тендер – это прям вау. Я знаю, что действительно, я сама восемь лет прожила в Москве, что каждая станция сейчас – это определенный просто дизайн, да, какое-то свое настроение. Ну, прям захотелось туда съездить, посмотреть. Я признаюсь честно, сама до сих пор там не была. Приезжала в Москву несколько раз. Эта новая ветка, она довольно далеко от центра, и вся эта ветка, она была, в принципе, вот там были тендеры, именно для того, чтобы вот новые люди со своим видением делали каждую станцию. И вот я до сих пор никак не могу доехать. Я загуглю. Посмотреть, что получилось. Как это выглядит? Ну, уверена, что с помощью твоих рук все красиво получается. Почему? Я вот хотела бы, кстати, с тобой вот вспомнить этот период. Это было уже сколько-то там, года четыре, наверное, назад, да? Да. Когда мы с тобой познакомились, я тогда открывала ресторан Memories для группы, да, ресторанов, ресторатора, и это, конечно, было непросто, потому что у нас сначала был готовый ресторан, издание, да, историческое, где находился ресторан на Филиппе, и нам с тобой поставили задачу поменять абсолютно настроение с дорого-богато, максимально уютно, но с такой как бы вишенкой на торте. Давай вспомним, собственно, да, вот трансформации, какая с тобой перед тобой стояла задача, и как ты подошла к тому, чтобы, ну, гости действительно чувствовали этот уют и домашнюю атмосферу, а не белые перчатки и белые рубашки и официанты, которые, ну, прямо, скажем так, вечернего, да, дайнера какого-то. Ну, я скажу так, во-первых, задача стояла для меня нелегкая, потому что я участвовала и в интерьере этого дизайна, когда я работала в OpenAD, потому что они его делали, поэтому, естественно, в первую очередь, когда ты понимаешь задачу, что тебе нужно сделать, главное не испортить и не переборщить. И задача стояла такая, что идея была в том, что ты приходишь в дом к своей бабушке, что у тебя уют, тепло, русская кухня, но в то же время сам по себе тот дизайн был довольно утонченным, учитывая то, что все равно он был в старинном доме. Поэтому для того, чтобы не выходить за рамки, нужно было заняться именно декораторством, но это декораторство должно было рассеяться и расплыться в общем интерьере и не выбиваться из него. Поэтому я постаралась добавить туда предметы декора, которые подойдут именно и сольются с той стилистикой, которая там была изначально, и для того, чтобы убрать вот именно вот ту чопорность, которая была до этого, мы заменили фотографии, которые были там везде на стенах, на более подходящие к интерьеру нашему. И, естественно, добавили немного вот такого вот домашнего уюта тем, что там появились предметы, которые созданы руками человека, допустим, те ленты с кашпо, которые были там на приходе. То есть немножко нужно было добавить туда такой жизни, чтобы он не казался слишком ровным и правильным. Потому что если ты приходишь в дом к любому человеку, который живет в этом доме много лет, он все равно обрастает какими-то вещами, и вещами, которые для него важны. И вот тут как раз-таки хотелось показать именно вот этот вот домашний уют через какие-то элементы декора, которых мы просто туда добавили. Да, потому что там сама по себе очень такая харизматичная мебель была, да. Естественно, по бюджету не было задачи поменять ее всю, нужно было действительно вот дополнить просто какими-то акцентами. Но я думаю, что все наши радиослушатели, кто и гости, да, были в Memories, запомнили витрину, которая при входе со сладостями стоит. Потому что действительно, как я сказала нам, Виктор Авдева сказал, что там должно пахнуть вот булочками, у гостей должна быть ассоциация, сразу войдя туда, да, что здесь вкусно, тепло. И ты вместе с Димой из Витрума, да, создали вот ту самую витрину, которая является, можно сказать, визитной карточкой ресторана Memories. И я помню твою любовь к растениям. Расскажи, пожалуйста, как вот они тоже помогают интерьер, поменять его настроение и восприятие гостей. На самом деле это очень важно, особенно в том интерьере, который был у нас. Растения всегда добавляют живость, все-таки это живое существо. Соответственно, если даже интерьер сухой, но в то же время, допустим, абсолютно сдержанный и красивый, если ты добавишь туда хоть где-то, хоть какое-то растение в какой-то уголок, оно сразу будет казаться намного уютнее. Эти растения, которые у нас там были, они тоже как бы, это такая отсылка к ассоциациям того, что ты приходишь к бабушке, у которой там стоит герань на окне. Только мы немного обыграли это по-другому. И мне кажется, что именно наличие растений, наличие цветов или даже букетов в любом интерьере, оно действительно заставляет человека почувствовать себя как-то спокойно, уютно и приятно в этом интерьере. Ну, я думаю, что это однозначно получилось. Ещё одна задача у нас стояла – это терраса, возле которой ты тоже сделала композицию из деревянных полочек с растениями. Да, небольшой садик вместе с огородиком, где мы выращивали мини-помидоры, мини-огурцы. Тоже, опять же, отсылка к тому, что ты приходишь к бабушке, у неё есть огород, у неё есть сад, только немного в другом виде. Ну, я уверена, что у нас это получилось, и я действительно смотрела, как человек со стороны, насколько ты своими какими-то дизайнерскими штучками можешь взять и поменять настроение, потому что особенно когда в сравнении ты понимаешь, что там не перекрашены стены, там не поменена мебель, я не знаю, единственное, что мы добавили – это текстильные какие-то, да, тоже решения на столы, эти дорожки, которые сейчас можно видеть, свечи. Да, и маленькие тоже баночки, как будто с оленями, помнишь, мы ставили? Да, да, да. Ну, тоже стилизованные, конечно. Просто именно главное – это не переборщить и не переусердствовать именно с декором, потому что если ты занимаешься декораторством, любая лишняя ваза может очень сильно привлечь внимание посетителя. Поэтому тут именно задача была, как я и говорила ранее, именно слиться, то есть донести и добавить вот эту вот атмосферу необходимую, но в то же время слиться с общим интерьером, чтобы ощущение, атмосфера поменялось, но интерьера нет. Да, ну я думаю, что это действительно 100% получилось. Но ты знаешь, вот иногда бывают такие, я сейчас не про мемори, да, вообще про рестораны, когда тебе красиво, но ты понимаешь, что это супернефункционально. Можешь ли ты какие-то примеры из своего опыта привести, что, может быть, действительно, да, как оболочка, упаковка – это классно, но открываешь, и на самом деле это невозможно использовать, особенно, что ресторан – это живой организм, где работают и люди, где размещаются гости, да. Вот какие топ, скажем, антифункциональные вещи ты можешь назвать на данный момент? Ну, во-первых, это свет, именно освещение в ресторане, это очень важно. Если освещение в ресторане холодное, с голубым оттенком, это сразу придает, во-первых, блюдам невкусный вид, во-вторых, опять же, нет ощущения такого обволакивающего уюта в ресторане. И неважно, этот ресторан не должен быть уютным, это какой-то там фастфуд, либо это ресторан, где действительно люди должны провести несколько часов. Это очень важно. Во-вторых, размещение столов. Я не говорю о том, что… То есть нужно думать о том, о потоке людей. Допустим, если человек заходит в ресторан, куда он идет, как он садится, как он может подойти к бару, если есть возможность подойти к бару, как ему пройти, допустим, в дамовскую комнату, будет ли на пути что-то стоять. Не должны столы стоять на пути персонала. Допустим, не должны столы стоять слишком близко друг к другу или слишком далеко от друг друга, потому что, опять же, это зависит еще и от финансов самого ресторана. Чем ближе и больше столов, соответственно, тем больше можно разместить гостей. У нас в Латвии, допустим, и в странах северных люди не любят сидеть близко друг к другу. Они не чувствуют себя комфортно. Им неприятно, что они слышат разговоры со соседнего столика, и, соответственно, им неприятно, если кто-то слышит их. Люди у нас более закрытые, и им нужен такой вот свой safe space, то есть место, где они действительно будут чувствовать себя комфортно. Соответственно, слишком близкое расположение столов тоже может привести к тому, что человек в следующий раз не захочет прийти в это место. Опять же, если говорить о том, что, допустим, ты приезжаешь в Италию, для людей в Италии чем ближе, тем лучше, потому что у них такой темперамент. И когда ты туда приезжаешь, тебе, в принципе, и по кайфу находиться в этой атмосфере, потому что, а, ты не понимаешь, о чём они говорят, они не понимают, о чём говоришь ты. И вот вся эта атмосфера, она, наоборот, тебя как-то обволакивает и завораживает. Но находясь в Латвии, тебе бы не хотелось, чтобы люди лезли тебе на голову, там кричали, вопили и так далее. Поэтому это тоже очень важно. И, да, то есть, в принципе, это свет, расположение столов, и сам интерьер, он не должен быть такой вот тяп-ляп. То есть, как будто бы ты его сделал на скорую руку, потому что человек чувствует, приходя в ресторан, ему нужно чувствовать, что о нём заботятся, что его ждут, что он приходит в это место же всё-таки за какими-то впечатлениями, а не просто поесть. И если он видит, что, допустим, интерьер собран из трёх кафе, которые были у этого человека, он привёз всё, что у него было, и расставил просто мебель, и приглашает туда гостей, это тоже как бы не очень хорошо. Плюс, когда, допустим, кухня не соответствует интерьеру, это тоже большая проблема, потому что есть такие рестораны, в которые ты приходишь, и у него интерьер классический, они подают там шашлык, и ты думаешь, ну, какое-то несоответствие. Опять же, это тоже может оказаться большой проблемой в будущем, и человек в следующий раз просто не захочет туда прийти. То есть нужно думать о своей целевой аудитории для того, чтобы люди возвращались к тебе. Ну, вот ты сказала, кстати, про то, что расположение столов играет очень важную роль, как там, если ты отодвинешь стол, если ты захочешь сумку повесить, насколько это там будет, вот это пространство. И здесь появляется, на самом деле, такой оксимарон, на самом деле, потому что, смотри, есть у нас такие заведения в центре Риги, там, конечно, другая целевая аудитория, но, тем не менее, это говоря о том, что у нас менталитет закрытый. Есть такие заведения, как Canopy Sculptures Centers, как West, как тот же Кэтч, где люди буквально на голове друг у друга сидят. То есть здесь тоже нужно, наверное, понимать посыл, то есть, точнее, месседж, зачем ты туда идешь. То есть пойдешь там пиво выпить, или опироль летом, тебе, возможно, и настроение позволяет сидеть друг у друга на голове. Если мы говорим, какой-то сегмент уже более там файндайнинг, да, или вот прям ресторанный ресторан, то тут, конечно, вряд ли захочется сидеть на голове у друг друга. Здесь вот это как раз дистанция, она работает. Конечно, в этом же тоже есть свой шарм, что ты сидишь на старой бочке, пьешь какое-то крафтовое пиво, заедая каким-то суперинновационным бургером из лавки на улице, и общаешься со своими друзьями в теплый летний вечер. Конечно же, в этом есть тоже как бы свой интерес. Просто нужно понимать, что человек, если он хочет пойти и поужинать, он, скорее всего, не будет там находиться. То есть нужно понимать, зачем ты это делаешь и каких людей ты хочешь туда привлечь. И вот, в принципе, это одна из самых главных вещей, которая нужна для того, чтобы создавать интерьер. Это главная вещь, которую ты должен услышать, допустим, от своего клиента, когда он хочет открыть то или иное заведение. Что он хочет добиться, какую аудиторию он хочет тебе позвать. Скажи, а вот ты упомянула клиенты. То есть понятно, конечно, перед тем, как дизайн-проект начинает создаваться, идет такой брейнсторминг, долгие обсуждения. Вы должны словить одинаковую волну. То есть где-то посоветовать с точки зрения дизайнера, как специалиста. Но это не всегда совпадает с ожиданиями, желаниями владельца, например. И говоришь ли ты прямо, честно своим заказчикам о том, что, ребят, например, это реально антитренд. И бывают ли на этой стадии какие-то недопонимания у тебя? Я не могу сказать, что у меня были такие проблемы. Очень часто мы с клиентами в принципе понимаем друг друга, но всегда нужно откровенно говорить человеку свое мнение для того, чтобы вы просто быстрее пришли к цели. Если ты будешь увиливать и говорить, ну да, ну давайте попробуем, ну может быть как-то там нам прокатит, пронесет, такого не бывает. На какой-то стадии все равно выстрелит то, что что-то не сходится. Поэтому в принципе обязательно нужно обсуждать откровенно все за и против и прийти уже к какому-то консенсусу вместе. Ну а может быть вы выделите, например, топ-5 неудачных решений, которые, ну вот вообще точно не стоит внедрять в дизайн? Так, сейчас я подумаю, что именно не стоит внедрять дизайн. Очень сложно тоже сказать. Объясню почему. Потому что опять же все зависит от того, чего ты хочешь добиться и что ты хочешь сделать. есть, допустим, заведение, где, допустим, вот вспомним, у нас было такое заведение, как Hospitals, где оно находилось у нас на Домской площади. Суть его была в том, что оно выглядело как клиника, то есть как больница, где официанты выглядели как врачи. Ой, я даже не знала такое. Да, оно было лет 15, может быть, 12 назад. И там, допустим, тебя одевали в робу сумасшедшего и кормили с ложечки супом. Более, я вообще не знала, что у нас такое было. Ты мне прям... Да, 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 у нас было такое заведение. Опять же, у него есть своя целевая аудитория, у него есть свой посыл, но я не уверена, что человек второй раз захочет туда прийти. Туристы, допустим, да, им интересно, но опять же нужно думать о том, что у нас не так много туристов, что, допустим, за три дня, находясь в Риге, он обязательно придет в этот ресторан, потому что он такой, ну, трикий. Не всем понравится. Вот, поэтому я не могу однозначно сказать, что им вот сто процентов не стоит делать в ресторане, потому что есть места, где, допустим, вообще нет света, то есть вот как blind restaurants. Ты можешь вообще не делать там интерьер, ты можешь выключить свет в ангаре, расставить столы и приносить туда блюдо. Да, и это опять же вау-эффект. То есть всегда нужно понимать четкую задачу и то, что хочет твой клиент. Я, допустим, была в одном ресторане в Лондоне, который был на заброшенной фабрике, и там просто стояли столы между станками. Это все. Ого! И из-за подсветки этот ресторан выглядел просто обалденно. Только из-за подсветки. В принципе, больше там ничего не было. Поэтому нужно просто четко понимать, что ты хочешь, какие у тебя идеи, что ты хочешь донести до людей. И тогда уже нужно решать, каким образом мы можем этого добиться с помощью дизайна, света, оттенков и так далее, материалов. Кстати, говоря о функциональности, я тут еще вспомнила, что я на своих обучениях всегда говорю, что если вы все-таки согласились на сложные дизайнерские решения, например, вы не хотите прятать трубы, чтобы они были все расположены на потолке в таком лофт-стиле, нужно тоже понимать владельцу или директору, кто занимается открытием ресторана и согласовывать это с дизайнером, что если вы на это соглашаетесь, то вы обязательно должны сразу же заключить контракт с клининговой компанией, которая раз в месяц будет на стремянках лазить и все это убирать. Потому что какой смысл в красивых этих медных каких-то трубах, которые там так или иначе взгляд на них попадает и что они там будут все в пыли, например, вот тут тоже такой момент, что... Конечно, обязательно. Плохая довольно-таки идея для меня, по моему мнению, это ковролин тоже, потому что, опять же, за ним надо очень ухаживать, он очень сильно впитывает запахи, и если мы вспомним любой паб в Лондоне, они все пропитаны пролитым пивом, и мне кажется, что этот запах не выветрится оттуда никогда. Но для англичан, людей, которые помешаны на культуре, они ловят с этого кайфа. То есть для них, в принципе, интерьер паба, он обязательно... То есть у него есть обязательные вещи, которые они не будут менять никогда. И одна из этих вещей – это ковролин. И им абсолютно не важно, что функции в нем ноль. Опять же, у нас в Латвии я бы никогда в жизни не посоветовала ни одному человеку, создавая интерьер ресторана, класть туда ковролин. Да, еще один. Просто нет-нет, еще раз нет. И так сейчас модны все открытые кухни, запахи впитывают одежда, и представляешь, что с ковролином, который оттуда не выходит, он там стоит все время. Нет-нет-нет. Открытая кухня, опять же, нужно тоже понимать. Допустим, какова идея открытой кухни? Хочется показать, как готовится еда, либо хочется посадить вокруг открытой кухни людей, чтобы они наблюдали за процессом. Нужно понимать, что нужна определенная вытяжка. Нужно понимать, что летят жиры, пары, запахи и так далее. Это все нужно продумывать на начальной стадии. Если же такие конструктивные вещи не продумать с самого начала, то по итогу может получиться очень большая проблема. Конечно, конечно. Ну и, собственно, да, надо брать ответственность и персоналу, и директору, и владельцу за то, что если вы уж решились на открытую кухню, извольте поддерживать все это в чистоте и заботиться о гостях, чтобы они не выходили оттуда, как из советской столовой, с запахами на дорогом платье или пальто. Мы с тобой решили, что здесь зависит от самого заведения, от того, какой у него посыл, что точно там будет подходить, что не будет. Здесь нельзя так однозначно ответить. А есть ли сейчас, в 2021 году, какие-то тренды и антитренды на дизайн? Мне кажется, что сложно сейчас сказать, как люди себя поведут, когда все-таки у нас откроются обратные заведения. Мне кажется, нужно делать ставку на то, что у нас есть экстраверты и интроверты. И интроверты, они, сидя дома, стали более интровертными, и экстраверты наоборот. Поэтому я думаю, что, в принципе, расстояние между столами, оно станет больше, чем оно было до этого, ввиду всех ограничений, которые у нас были и есть сейчас. Я думаю, что интерьеры станут светлее. То есть людям захочется воздуха, такого ощущения воздуха, ощущения света и такого вот пространства, такого safe space вокруг себя. И я думаю, что закончится эра понятия вот этих уютных ресторанов, когда приглушенный свет, темные оттенки, сложные, тяжелые материалы, а будут наоборот, большие окна, высокие потолки или оформление интерьера таким образом, чтобы потолок казался выше, светлые оттенки, легкие материалы. На мой взгляд, это будет что-то такое. И даже если люди захотят тусоваться и, как говорится, будут лезть друг другу до головы, потому что им очень хочется уже наконец-то потусить и пообщаться, все равно, мне кажется, что интерьер будет именно таким, невезирая на то, будут люди сидеть далеко друг от друга или они будут все вместе. Ну да, это такие вот прям, знаешь, как говорят, сейчас пандемия, она поменяла, например, направление в одежде, в дизайне одежды, что сейчас мы максимально в оверсайзах, да, такие все уютные, грубо говоря, как вот из дома находился все это время, год в пандемию, да, так вышел, потом просто там пиджак поверх спортивок накинул, да, и, возможно, даже туфли наделся с спортивными брюками. То же самое, видимо, да, и в дизайне, но здесь больше про safety, safety first, теперь у нас такой, можно, слоган, да. Лин, у нас остается не так много времени, я бы очень хотела, чтобы ты рассказала про свой проект Soulmate, что это такое, как ты это придумала, чего нам ждать, потому что, я так понимаю, ты такой как ребеночек, который только зародился, и его надо еще растить-растить. Очень хочу услышать от тебя. Ну, у меня два направления, получается, Soulmate Interiors — это именно интерьеры, дизайн интерьера, которые я делаю отдельно, не связанные с архитектурой. А Soulmate Design, да, это мое детище, которое я продумывала очень долго, и работая на разные компании, у меня не хватало времени для того, чтобы наконец-то заняться тем, что я уже давно продумывала себя в голове. И сейчас я занимаюсь экспериментальными такими, я даже не знаю, это больше такими экспериментами, где я нахожу нужные мне текстуры и материалы для того, чтобы наконец-то создать то, что я давно хотела. И я действительно, как лаборант с красками, в очках, в перчатках, занимаюсь экспериментами и записываю потом себе целые списки того, что получилось, что не получилось, что добавить, что убавить. Вот, и я надеюсь, что в ближайшем будущем, я так полагаю, что месяца через три, все зависит все-таки от пандемии, от ситуации в стране, я смогу запустить этот бренд. Вот, очень на это надеюсь. И надеюсь, что все-таки все получится, потому что, когда ты очень долго о чем-то мечтаешь и очень долго об этом думаешь, оно не может не получиться. А что предлагаться будет? Вот как ты видишь ассортимент? Как это будет происходить? Это будет мебель и предметы декора. Но в моей интерпретации, естественно, велосипед никто не придумывает, стул есть стул, а стол есть стол. Но именно подача и материалы, и цвета – это уже моя задача как дизайнера сделать что-то инновационное, интересное. Возможно, не то, что люди видели ранее. В принципе, это любая мечта и задача дизайнера. Выбиться как-то из общей массы прекрасного дизайна, который у нас везде сейчас, особенно в онлайне сейчас. Насколько, кстати, твой проект мы ждем. То есть, хотелось бы скорее, чтобы действительно все закончилось и очень хочется видеть, трогать. Как сейчас происходит работа дизайнера? Вот у нас еще немного времени остается это обсудить в условиях пандемии. То есть, это Zoom, это все равно тоже какие-то выезды. Насколько стало тяжелее? Смогла ли ты перестроиться за этот год? Учитывая то, что я на себя начала работать раньше пандемии, я, в принципе, довольно неплохо справилась с задачей работать дома во время уже именно и первой, и второй волны. Могу сказать так. Да, у нас есть Zoom. Да, мой коллега, допустим, главный, работает в Москве. У нас с ним никогда никаких коммуникационных проблем нет. С моими клиентами я тоже очень часто общаюсь по Zoom или по телефону, и тоже у нас никаких проблем никогда не существует. Далее, что связано с выездами и подбором материалов, то, в принципе, можно всегда договориться с компанией. Если они готовы принять тебя, допустим, отдельно, как это часто бывает, ну, естественно, со всеми способами защиты, то проблем тоже с этим, в принципе, никаких нет. То есть я, допустим, очень спокойно всегда могу договориться и подъехать, посмотреть все, что мне необходимо. Встреча с клиентами тоже, опять же, на объекте проходит со всеми санитарными нормами. Вот буквально в пятницу я была на объекте в масках, в перчатках. Мы выбирали цвета стен. Очень все окей. Ну, то есть просто мы как-то... Люди, они же могут адаптироваться под любые реалии, под любые, как бы, проблемы. И поэтому в какой-то момент просто уже привыкаешь к этому и понимаешь, что, ну, если так надо, значит, так сделаем. Будем делать свою работу дальше. Просто немного в других условиях. А, к сожалению, мы сами не можем никак этому противостоять. Тут только вот вопрос гибкости и адаптивности, да, насколько ты можешь подстроиться как хамелеон, да, и, в общем-то, самой себе не создавать сложности, да, в голове из-за того, что что-то сейчас не так, как раньше. Лин, а можешь дать, пожалуйста, еще, может быть, три совета начинающим дизайнерам, кто только вступает в эту профессию, да, после обучения? Что тебе, какие, наверное, даже ты себе дала три совета, когда ты только закончила обучение в Лондоне? Ну, я скажу так. Во-первых, нужно не романтизировать эту профессию, потому что профессия — это сложная. Сложная она тем, что нужно думать о очень многих вещах одновременно, и если какой-то винтик из этого механизма выпадет, то может развалиться абсолютно все. Это первое. Во-вторых, обязательно нужно научиться слушать клиента, слушать себя и четко понимать задачу, которая тебе поставлена, для того, чтобы не терять ни свое время, ни время своему клиенту. И, в-третьих, всегда развиваться, потому что тенденции идут вперед, тренды идут вперед, разные материалы появляются, какие-то материалы уходят. Допустим, шифером уже давно никто не пользуется. Раньше все дома были из шифера. То есть все время нужно быть в тренде, и все время нужно... И это не касается только именно дизайнерских решений, это касается и технологий, и, допустим, программ, в которых ты работаешь. Нужно всегда хотеть развиваться, потому что это профессия, в которой достичь максимума практически невозможно. То есть ты можешь всегда двигаться вперед, и в этом как бы и прелесть этой профессии, что ты никогда не доходишь уже до цели, и теперь уже понимаешь, ну вот теперь я точно все могу. Нет, ты получишь какой-нибудь проект очередной в какой-нибудь стране, где у них свои законы, свои интересы и так далее, и ты все равно все делаешь заново. Вот, поэтому, наверное, этот, и еще скажу, наверное, еще четвертый таким бонусом, это отрастить себе толстый слой кожи, потому что очень часто бывает очень много разных конфликтных ситуаций, не нужно принимать их близко к сердцу, нужно их прослушать, понять, продумать и отпустить. Слушай, у нас прямо это аффирмация в конце эфира. Можно себе на столе повесить, подойдет четвертый пункт бонусом, который ты сказала. Слушай, ну супер. Ну, в общем-то, на такой позитивной ноте мы заканчиваем сегодня. Я тебя безумно благодарю, что нашла время пообщаться, рассказать, уверена, что это будет полезно как для гостей, да, увидеть изнутри, насколько это действительно кропотливая работа, да, дать какие-то советы начинающим специалистам. Тебе могу только пожелать отличного дня, вот, и успехов, чтобы все твои проекты реализовали с нетерпением «Жду, хочу видеть», вот, ну и когда-нибудь, надеюсь, мы все-таки на кофе с тобой встретимся, уже не поздно. Обязательно. Спасибо тебе тоже. Хорошего дня, романтического настроения. Ну, друзья, сегодня в эфире программа «Открытая кухня» была моя, можно сказать, коллега давняя, да, и человека, который не стоит на месте, развивается, Лина Плавинская, да, дизайнер интерьеров. Ну, и я, Валерия Иванова, желаю всем хорошей недели, и до встречи в следующий понедельник. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова